Биороботы и Человеки Налицо две молнии Водолея и два способа восприятия мира – невежество и знание. Невежество проявляется страхом – сжатием магнитного поля живого существа. Знание проявляется восторгом, расширением поля и проникновением в информационные слои ноосферы. Страх сковывает немыслящих, воодушевление наполняет мыслящих. Что отличает эти два лагеря людей? Включенное или же отключенное воображение, то есть правое полушарие мозга, отвечающие за связь с ноосферой, информационным полем планеты, а также через подкорку со своим родовым деревом. Раньше, чтобы сделать человека послушным роботом, делали хирургическую операцию – лоботомию, или электрошок, или медленно затормаживали работу мозга наркотическими веществами или алкоголем. Сейчас же это уже совсем не нужно. Достаточно красиво и продуманно посадить человека на соцсети. Подсадить его. И он в полном подчинению тех, кто их и этой сети организовал и управляет ими с центрального пункта управления. Гениальный замесел. И он сработал. 19 апреля 2020 года мир четко определил границу между двумя культурами и цивилизациями на планете Земля. Истинно верующие в Бога, а по-научному сохранившие связь с правым полушарием Бога и ноосферы, представители духовной цивилизации с одной стороны, и потерявшая способность думать и анализировать, охваченные страхом кирпичики технократической цивилизации с другой стороны. Как создается биоробот? Легко. Давать человеку постоянные картинки с информацией и не давать ему времени думать и анализировать эту информацию. Чтобы был только тезис, чтобы не возникло антитезиса, как анализа полученной информации. Почему нельзя допускать антитезиса? Потому что антитезис – это анализ, порождающий синтез. А синтез – это собственное видение мира, что значит разумность и самодостаточность. Своё дело делают и компьютерные игры, приучивая человека реагировать быстро на пришедшую информацию, на вводную команду. В играх выигрывает тот, кто быстрее отреагирует на сигнал и сделает быстрое нажатие клавиши. Для чего такая гонка в играх? Чтобы не оставить времени для анализа, для антитезиса. Нужно научить биороботов быстро выполнять действия, ни в коем случае не включая их анализ. Так думающих ранее самодостаточных людей, компы, игра и соцсети превращают в недумающих, но быстро реагирующих на сигналы роботов. Гениальный проект. Сказали вирус и масса задрожала. Не поддав анализу или сомнениям эту информацию. Вся планета. Гениально. Водолей четко поставил эту границу между людьми. Думающие же включили анализ, разобрались, что такое вирус и как он работает. И продолжили без страха и паники жить дальше своей привычной жизнью. Непривычно только то, что раньше биороботы были незаметны и перемешаны с думающими. А теперь они отделены от думающих границей своим страхом. Что получила технократическая цивилизация? Массу людей с отключенным правым полушарием мозга. Они четко послушны информацией, исходящей из личных пультов управления смартфонов. Гениально. Через подаваемую на смартфон информацию, видеоголосовую и вибрационно-волновую, можно делать с этой послушной массой все что угодно. Угодно кому? Тем, кто разработал этот проект. Кто создал смартфон. Кто его программирует и использует как инструмент всепланетарного управления. Гениально. Уважаю и жму руку этим разумным людям. Так просто и так гениально привести планету к новой информационной форме управления. Драки и грубой войны уже долго не будет. Эти два мира между собой уже не в конфликте. Ибо кто боится, тому словом не помочь. Он боится не напрасно. Есть причины. Причины и следствия. Страх – это уже следствие. А причины в прошлом. Невежество. Суета и погоня за деньгами. Три главных причины этого страха. Потому никто из этих кирпичиков больше не пойдет против своих хозяев. Они четко будут делать то, что скажут из смартфона, пульта управления. Их правое полушарие теперь замещается смартфоном. Кто те хозяева, которые управляют кирпичиками? Это та, одна вторая процента от популяции людей, которые управляют матрицей. То есть имеют в руках все богатства планеты. То есть философский камень. А вторая часть этого процента – это мудрецы духовной цивилизации. Те люди, у которых связь с ноосферой абсолютно открыта. Почему они по полпроцента? Потому что по теории поля 1% – это думающие люди. 9% – это люди сильные личности. И 90% – это люди свободного выбора. А значит, вольные выбирать себе, в какой группе им быть – с технократией или с духовниками. Почему так? Таков закон во Вселенной. И о том хорошо говорит Гёте словами Мефистофеля. А он говорит так. Глупцы, судьба своих даров, заслуг не видя не истратит. Имей вы камень мудрецов, на камня мудреца не хватит. Вот так, технократам, находящимся у пункта управления пультами от биороботов, уж никак не обойтись без гармонии и дружбы с теми, у кого есть связь с ноосферой. То есть с мудрецами. Все остальные – выбор. Масса имеет выбор. Это живые, нормальные люди. В общем, понимаем. И они имеют выбор. Или оставаться в управлении через пульт смартфон, или же использовать этот смартфон как отличный источник нужной информации. То есть остаться думающим человеком. Вся эта масса людей способна остаться думающими. Как остаться думающим человеком? Включить в работу правое полушарие мозга. То есть думать, анализировать информацию, что значит включать воображение. Не нужно тупо смотреть фильмы или картинки. Лучше читать книги или слушать их. При чтении или слушании нет готовой формы. Мы ее должны представить в воображении. Вообразить, что значит информацию перевести в образ. Это возвращает нас к индивидуальности. Развивает в нас самодостаточность. Потому я на своем канале предлагаю вам уже непривычную для многих форму подачи знаний в ютубе. Слушать и воображать. Мои слова и надписи на картинках – это тезис. Ваше воображение, образы – это антитезис. На выходе – ваше личное восприятие жизни, а также всего мира, как синтезис. Мир знания физиологии человека подаю в форме беседы с вами. А мир знания психики человека подаю в форме диалогов деда и юноши. Вы между ними. И благо вам иметь свою мысль и свое видение, подаваемое мною информацией. Все идет к лучшему для тех, кто живет без страха. Однозначно. А кому немножко страшно, есть шанс попробовать через такую форму познания свою мозговую программу суетливого биоробота перестроить в программу познающего человека. Мир неоднозначен. Матрица через веб-паутину неразрывно связана с миром ноосферы. Но мы, люди, имеем выбор. Надеюсь, ваш выбор познавать. Тогда в добрый путь, друзья! Продолжение следует... Продолжение следует...